Подведены итоги учебно-тренировочных сборов по художественной гимнастике. С 22 июня наш город посетили более полутора тысяч спортсменок. В последней, шестой смене, 280 гимнасток. Все они в течение 10 дней оттачивали свои навыки и осваивали новые элементы. Девочки приехали из Украины, Казахстана, Кипра, ну и, конечно, России. В зале спортсменки сразу из 32 городов страны. И не случайно первый номер под такую патриотичную композицию. Я была здесь 10 дней. Я научилась многому и увидела, чему мне стремиться надо. Здесь было хорошо и каждый день мне было только в радость. Основное время спортсменки посвящали гимнастике. А когда занятий не было, они ездили на экскурсии, участвовали в викторинах, мастер-классах и даже вспоминали школьные уроки. Дополнительное образование, в котором они вспоминали, что такое классные уроки. И математика, и русский, и английский язык. И они учились писать пером. И катались на лошадях, в этом нам помогала конная школа. Наша Ивановская, и они учились действительно ориентироваться на местности. В этом нам помогала техническая школа по спортивному ориентированию, городская. Так что у нас был очень насыщенный график. Катя со своей группой приехала из Донецка. Они здесь уже несколько смен и возвращаться назад не торопятся. После Иванова поедут дальше по своим спортивным делам. И только потом на Украину. К счастью, выехали дети из воюющей страны без происшествий. Все нормально. Ну, конечно, там война была, но все нормально. Я тут уже занимаюсь долго. Я приехала 16 июля. Я тут уже 4 смены занимаюсь на сборах. Заключительный день сборов – это контрольный урок по характерной хореографии. Здесь нужно показать все, чему успели научиться за смену. Техника предмета, техника тела. Важно абсолютно все. Следующий этап для юных гимнастов – турнир в Польше. Ведь девочкам, которые демонстрировали свое мастерство на Ивановской площадке, очень скоро предстоит защищать честь страны. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.